Студентка медуниверситета Екатерина Григорьева всегда мечтала помогать людям. И пока диплом врача не получен, делает то, что может. Начиная с 18 лет, регулярно сдает кровь, не реже 4 раз в год. Я ожидала 18-летия, потому что хотела совершать какие-то полезные дела для людей. Для меня это акт благотворительности, помощи людям. Потому что каждый человек может в какой-то момент жизни нуждаться в крови донорской. Потому что бывают разные ситуации, аварии, кровотечения, какие-то травмы. Поэтому я считаю, что это какой-то такой долг перед человечеством. Во время пандемии на станции переливания крови для доноров приняты повышенные меры безопасности. Во-первых, у каждого на входе измеряют температуру. Во-вторых, соблюдают масочный режим, используют санитайзеры. Но главное, доноров принимают только по предварительной записи, по телефону или на сайте станции переливания крови. Соблюдается и временной интервал в 15-20 минут. Поделиться своей кровью с теми, кому она необходима, пришел и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Последние две недели у нас проходит акция для доноров. Мы вас поздравляем с НСП. Спасибо большое. Это что, это всем донорам? Всем. Да. Замечательно. Сейчас на Самарской областной станции переливания крови принимают плазму тех, кто переболел коронавирусом и имеет антитела. Антиковидная плазма в мире стала использоваться еще в марте. Первым ее начали использовать в США и Китае. Появилась информация о положительном эффекте. В России плазму стали использовать в апреле. Сначала в Москве, а затем и в регионах. Общее заключение на сегодняшний день. Антиковидная плазма работает положительно для некоторых групп пациентов. То есть это не панацея, чтобы всем сразу прервать процесс и выздороветь. К сожалению, нет. Но она помогает в таких средне-тяжелых стадиях, является достаточно мощным лечебным фактором, что существенно влияет на смертность. Сегодня на областной станции переливания крови заготовлено 142 дозы. 30 уже выдали больницам. В январе работа по формированию запасов плазмы продолжится. Олег Зверев и Виктория Шарая. События.